Доехать до дома и не остаться без колес. Эту задачу перед собой ставят как минимум два раза в день жильцы многоэтажек по артиллерийскому переулку в Твери. Асфальтовое покрытие здесь больше всего напоминает решето, а сами ямы глубиной почти по колено. Наш корреспондент выяснил, что предпринимают граждане, чтобы не споткнуться и не упасть в грязь лицом. Вот такая глубокая западня подстерегает автомобилистов на пересечении артиллерийского переулка и улицы Никитину, доме номер 8. Она очень глубокая, очень глубокая. Вот эта яма. И вот они влетают туда, в эту ямечку. Неосведомленному водителю обеспечена поездка на шиномонтаж, а пешеходу, случайно оказавшемуся в этих краях, возможно, придется нанести визит к травматологу. Беречь себя и гостей жильцы многоэтажек пытались как могли. Туда одна же, вот буквально два дня назад положил кто-то, видимо, водители переживают, что туда вбухивается. Три баллона вот таких положили, три баллона туда и красную какую-то такую пластмассовую штуку, чтобы водитель видел. На второй день уже никакой, все, убрал кто-то. И такая ситуация сетут жильцы уже давно. С надеждой они весь последний год ждали спасительного ремонта. Но, увы, их второстепенные улицы так и оказалось, как считают граждане, несправедливо, без внимания. Ленинградское шоссе, тут все сделали, а вы внутрь, зайдите внутрь, где люди живут, где внутренние дороги. Тут же одни колдобины. Несколько лет назад здесь уже латали ямы, однако эффект оказался недолгим. Маленькие ямки начали расти вширь и в глубину. Они заделали самые большие, а вот эти вот ямки выбоинные, они их все оставили. Теперь они все превратились в такие же большие ямы. По поводу ненадлежащего состояния дороги и еще по целому списку проблем последовали письма в районную и городской администрации. Переписка затянулась и от жильцы. Граждане жаловались на ямы, а у чиновников на 7 бед находился всего один ответ. Наши вообще администрации никак за ложь не реагируют. Они всегда только просто отвечают. Не наша компетенция, все, по любому вопросу. Мы направили запрос в администрацию города, чтобы выяснить дальнейшую судьбу дорожного покрытия на улице Никитина. Жители многоэтажек надеются, что чиновники окажутся компетентными, чтобы дать ответ на весьма простые вопросы. Находится ли эта дорога на городском балансе, будут ли делать новый или ремонтировать старый асфальт, или же нет, а если и появится дорожная техника в этом месте, то когда? Спасибо.